Раза три, народ. Ну что ж, всем еще раз привет. Возвращаемся в прямой эфир и мы продолжаем смотреть за матчами азиатской квалификации турнира Dota 2 Asia Championship 2015. У нас намечается сегодня второй матч, но это лично у меня. У вас он уже на этом канале четвертый по счету из пяти возможных. Вот, ну как вы понимаете, этот матч посмотрим, Best of 2 еще потом. Следующий грандиозный матч нас там с вами ожидает. Два матча подряд мы с вами наблюдать будем за играми с D-Gaming. Вот они сегодня, видите, в таком составе. Ку, китайский иероглиф, Гардер, Микаса, Мэйби. Довольно-таки интересный мне вот этот персонаж. Китайский иероглиф, я хочу знать, кто это такой. Так, 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 это у нас кто? Ну, я, признаться честно, давно-давно не следил за этой командой и не помню, кто там. Ладно, по ходу дела разберемся, кто это, китайский иероглиф. А вот, допугаются они будут в этом матче против Dream Gaming. Это K, Wave, Kyr, тоже китайский иероглиф, и Demons. Вот так вот. Ну, Demons более-менее я еще знаю. Итак, с D-Gaming в первой карте играет за Бремастера и Силенсера. Dream Gaming забирает себе Акс из Ковров Мага. В банах у нас Checker Now от Батрайдер. С D-Gaming забанили, видим, Виспа и Вайпера. Ну и пошла вторая стадия бана. Minus Brood Mother. Ну, Аксов мы сегодня видели, Бремастеров еще нет, так что посмотрим. Акс на First Pick это всегда, конечно же, интересно. Dream Gaming сразу показывает, что будут играть агрессивно, и это действительно круто. Ну, вот надо будет разобраться, с какими героями они дальше будут воевать. Радиант Тим Бан. Радиант Тим Бан. Я все пытаюсь найти имя от этого китайского иероглифа из D-Gaming. И почему-то информации пока по этому игроку я не нахожу. Да, ну ладно, если у вас есть какая-то информация, вы мне, я думаю, в чатике сообщите, да, и мы уже будем правильно назвать этого игрока. Ладно, в любом случае у нас баны продолжаются. Minus Ember Spirit, минус Slark от D-Gaming. Еще один бан от Dream Gaming. Посмотрим, кого они будут убирать, кто будет им неприятен. Ну, а давайте, окей, пока команда там пикает, я вам покажу текущую турнирную таблицу, актуальную на данный момент. Мы тут ее, кстати, обновили. Дружно все вместе в студии StarLadder. Соединили все матчи воедино, да, мы не забывайте, что у нас 4 правильных трансляции идут. И везде в какое-то время матчи завершаются или только начинаются. Вот, и на текущий момент мы имеем, что с D-Gaming находится на позиции топ-2. У них 3 победы, 1 поражение. И в результате 8 очков они набрали. Вот, у их ом на первом месте тоже 8 очков, но у них еще 2 игры в запасе. С D-Gaming вообще очень много игр было уже сыграно. 6. Такое количество матчей еще ни одна команда не сыграла. Ну и вот этот вот матч против команды Dream Gaming будет для них уже 7 матч. Так, ну и Dream Gaming пока не важно. Стартанули, видим, у них 3 сыгранных матча было. Поражение, в общем-то, 2 очка всего лишь они набрали. Вот, ну, просто была, видимо, ничья где-то одна. Ну, пока на позиции топ-14, видимо, не особо-то и важно, они катают. Посмотрим, может быть, в этом матче им повезет побольше. Хотя бы одну карту с D-Gaming они, возможно, отвоюют, если повезет. Ну, с D-Gaming, вы знаете, ребятки, отыгрывают просто великолепно. Команда, которая в последнее время действительно демонстрировала какие-то хорошие результаты. И даже на интернациональных ланов, куда они катались. Ну, надежда китайская дота, я бы сказал. Странно, что они, кстати, прямой инвайт не получили. Можно было, в принципе, заслуги этой прямой инвайт дать. Ну, ладно, байнд у нас Ликантроп, Спиритбрекер, третьим пиком от D-Gaming. И этот герой нам подтверждает то, что действительно будут очень агрессивно играть D-G. Ну, вот есть Акс, есть Скай. Состав неплохой. Посмотрим, как на этот реагирует D-Gaming. Кун на капитанском слоте. Пошел уже Резерв Тайм. Это Сэн Кинг. Я так понимаю, что это будет у нас второй суппорт. Саленсер суппорт первый. Ну, какой-то стан должен был быть. В принципе, связочка суппорта получилась неплохая. Где-то даже и с неплохим ровным потенциалом могут они там по карте побегать, если захотят. Ну, вообще, Сэн Кинг, мы знаем, до покупки даггера не особо такой подвижный персонаж. Он обычно все-таки в своих лесах поначалу там действует. Делает себе стаки, через Сэн Шторм все это дело уфармливает. И когда только даггер получает, уже начинает помогать своей команде. Ну, посмотрим, какого плана будет этот Сэн Кинг. Ну, что ж, четвертый персонаж для Кей. Это Медуза. Ну, вот он. Мэйн Кей рекомендует Dream Gaming. Ну, причем персонаж, который, скорее всего, пойдет в медлинию, да. Потому что мы имеем Spirit Breaker. Ну, это, скорее всего, персонаж на сложную. Акс там лесной какой-нибудь герой. Или, может быть, на легкой поформит. Скай-суппорт. Ну, и... Исходя из этих соображений, нужно будет добрать еще одного суппорта у нас пик. Ну, или если же все-таки Акс пойдет в лес, да, и Скай будет суппортом, то можно еще одного семи керри взять на легкую линию, да. Тогда Dream Gaming столкнутся с проблемой такой, что у них будет очень серьезный лейт, но довольно-таки отвратительное и пассивное начало игры, из которой они могут пострадать. Ну, поглядим. Так, ну что, тролль Варлад у нас с пиком четвертым SD Gaming после Медузы. Вот таким вот они героям ответили. Ну что ж, персонаж, который тоже будет выдавать дэмэдж с руки, может быть, не так он хорош в лейте, как, например, Медуза. Но, тем не менее, тролль есть тролль. Банницев, если сводит у нас в последней стадии, еще один бан от SD Gaming. Субтитры добавил DimaTorzok Ну что, кул. Кого будет байн? Суппорта, все-таки, или кого-то еще о семи керри неприятном для себя? Ну, вообще, есть тут неприятные персонажи, типа Разора еще остались в пуле, да, но вот против милишных таких core-героев, типа Бремастер, Торль Варлад, действительно, шикарно заходит. Все-таки решили, что нужен суппорт Dream Gaming, забанили они в Enderful Spirit. И еще один бан, точнее, еще один пик от ДГ. Это Тайдхантер. Да. Действительно, конечно, жесткий герой в Dream Gaming себе на пик. Все, что только можно. И инициатор есть, и персонажи для масс-файта 5 на 5 есть. Единственная большая проблема только в том, что довольно-таки пассивный начал игры может быть с одним опорным суппортом Sky Magma. Ну, поглядим, поглядим, как этим с ДГейминг смогут воспользоваться. Последних героев нужно добрать. Что мы пока по линиям получаем? Получаем с Экинг Сальнисер суппорты. Троль либо медлинее, либо на легкой фармить будет. Бремастер, соответственно, либо также медлинее, либо сложное, либо легкое. Персонаж универсальный, может на всех трех линиях постоять спокойно. Это Темпларочка, Ласт Ригом. Так, ну, судя по всему, Темпларку все-таки митер должна отправиться. Ладно, поглядим, ребята, разбирать себе героев. Первая карта стартует, и мы ее будем с вами смотреть. Так, ну что, забираются у нас персонажи. Так, китайский Рогли сыграет на Бремастере. Ку, Саленсер, Гардер на Сэнкинге, Мэйби, Троль Вардард, ну и Темпларочка осталась для Микаса, судя по всему. А, Ксяо Хонг, говорят, китайский Роглиф. Точно, точно, точно. Я просто помню, что всякие там Ксяо, какие-то Ксяо Зи, по-моему, были раньше китайские игроки такие. Ксяо Хонги, вот это вот, всяких у них там Ксяо очень много. Ксяо Уэйт есть, такой тоже известный игрок в Китае. Это вот Ксяо Хонг. Окей, Ксяо Хонг, Ксяо Хонг. Разобрались. Так, ну что, у нас там Миркл добрал себе Темплар Ассасин, да. На фастботл у него закуп. Судя по всему, на медленнее пойдет. Сейчас дождется, когда ему Сэнкинг. Даст Тангусики? Дай, говорит, Тангусик мне. Дай, Тангусик, за тобой идти буду до конца. Ну, тебя джать хочет, а? Миркл вообще жесткий. Стой, говорит, стой. Гардер от него. На сапоге подальше. Миркл, мне само Тангусы нужны. Оставь меня в покое. Миркл до конца за ним. Давай в погоню. Сзади там еще и Саленсер тоже преследует. Саленсера можно отжать. Миркл, разворачивайся. Пусть Саленсер тебя пропустит. Так было бы норм. Мэй Беринг Протекшн тоже выдвинулся на легкую линию. Так, а тут у нас Тайтхантер. Тайтхантер пошел на нижнюю руну. Контролить будет. Поставил обсервер. Гардер как раз таки под этот обсервер встал. И там еще рядышком и Акс вместе с Пиритбрейкером. Убежали четвером. Оба Тайтхантер. Какая встреча. Прям под Рошанчиком. Иди сюда, родной. Энкосмэш, правда, он успел дать. Подкопчик пошел. Рефлякшн. Димонс ускорился. Пытается забрать Тайтхантер. А Тайтхантер пока живет. Да ладно, Хилинг Саленсер выхиливается. Пока жив. Погоня до конца. Скай, зачем ты вышел? Скай зря. Ой, Скай зря. Ты не такой плотный, как Тайтхантер. А ты долго жить не сможешь. Таки ФБ делают с Дагеминг. Убивают они Кирра. Кирра в таверне. Ну и руна подостается. Оби руны подстаются ребятам из Дагеминг. Ну отлично вообще. Начало суперское. И ФБ забрали. Две руны. Баунти руны забрали тоже себе. И действительно очень-очень шикарно. Ну вот Брюмастер будет. Ксяо Хонг стоять на сложной линии. В миде у нас Микаса. Там парочки. Соло, судя по всему. Сэн Кинг. Ассист получил. Принес себе сразу Clarity Potion. И Боттл он отзабрал Миракла. Просто взял и перехватил Боттл. Ну типа да. Ну все правильно. На самом деле Тэмпларочка у него Тангузька отжал. А он Боттл отжал. Управляет пустой Боттл теперь на базу. И Тэмпларка сразу Боттл себе не получит. Вот так вот. Ну зато Сэн Кинг довольный. У него Full HP, Full MP теперь. Плюс два Clarity есть. И все замечательно. Значит он сейчас делает себе стаки. Дальше Сэн Штормить. И зарабатывает себе на, конечно же, даггерок. Ну а с этим временем Тайт Хантера пытается гонять Сайленсер. Ну не пытается даже. Действительно гоняет. С помощью Ласт Форда. Вот так продамаживает. Ну проблема у Тайт Хантера большая. Потому что, казалось бы, есть Эко Смэш. Но чтобы Эко Смэш дать, нужно к Сайленсеру подойти. А Сайленсер подставляться под Эко Смэш не будет. Это логично. Ну поэтому вот Тайт Хантер вынужден терпеть. Но правда у него шесть Тангусиков есть. И для того, чтобы терпеть на линии, это вот необходимые. Скажем так, предметы. Ну что, ставится пауза пока от Сайленсера. Мейбин на фрифарме стоит на легкой линии. Пять на три у него Крипстат. Что у нас там на сложный? Ну вот Прю. Под своим Тавером пока пытается еще Крипочков поднабивать. Три Крипа он уже забрал чужих. Два своих добил. Здесь у нас также, по идее, Медуза должна быть на фрифарме. Стоит при поддержке Ская и Спирит Брекеров. Спирит эти 7 и Суппорт. Так, ну и вот там Сайленсер вместе с Троль Варлордом. Видимо догнали Тайт Хантера. Все-таки разобрали. Ну что, два фрага уже сделали с Дагеминг. Ну по такому началу хочется сказать, что с Дагеминг действительно играет очень круто. Это раз. Во-вторых, что мало шансов будет у Гейминг этой команды что-либо с Дагем противопоставить. Ну вот я не знаю, слышали ли вы, но вот лично я про команду ДГ не слышал ни разу. Вот то ровно до старта этих квалификаций. Кто это такие? Чем они занимаются я? Без понятия. Вот я только единственное состава знаю товарища Димонса. Остальные игроки для меня, ну действительно и новички, скажем так. Ну а Димонс в свою очередь успел поиграть с Блэком. Что это за состав был, я вам сейчас вспомню, скажу. Так, 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 так. Димонс, Димонс, Лото 2. Нет, пока не скажу. Гугли тоже не получается, потому что по запросу у нас выходит Демон. Американский игрок. Ну был, был у него какой-то такой нормальный коллективчик, где он катал, и не участвовал даже на Интернешнл, по-моему. Ну вот, пока вспомнить какой-то состав был, я не смогу. Ну ладно, в любом случае посмотрим, как у нас ДГ будут отыгрывать. Пока 2.0 пользуется Деггейминг. Третья минута игры подходит к концу. И покупает себе брейсер, видимо, Микаса. Боттл также у него с курьери. Сейчас он принесет себе. Кэндхантер после смерти на сложную линию вернулся. Перчаточку у него имеется. Левел 3. Кракен шел на двоечку. Кракенка смеш на 1. Ну пытается, пытается хотя бы экспириенс получать, конечно, тяжело. Больно. Надо стараться. Ну, мэйби, кстати, те времена уже полторы тысячи денег. 1.01 КДА. Крипстат превосходный. 18 на 8 топовый на карте. Ну и мэйби, судя по тому, что ничего себе не покупает, будет делать Мидас. Ну и впоследствии вносит себе, конечно, какие-то хорошие шмотки. Так, Теренин там Макс. Какие-то интересные загулы у него. Прямо по Т2 Тавар. Боттлом отпился. Ну, видимо, Баттлхангер хотел дать. Там еще и Спиритбрейкер разгон брал. Но, в общем-то, они не решились, они зайти на топовый по Т2 Тавар. Здесь гоняет Брю. Брю левел 3. Может купить себе сапог, но вот к Птайн-лавке его не подпускают. Ну, Спирит, сапог, просветка, как раз-таки все для того, чтобы убивать Мирако. Мирако очень хорошую и полезную рун находит. Регенерация. Левел 5. Третий рефлакшн уже. Баунти руна Димонса. Оставляет, конечно же, для Акса. Акса есть Боттл. Вперед тебе появляется и сапог. Также 21 на 3 Крипстат. Темпларки 20 на 3. Ну, так даже свою линию. Получше пока отстаивает. Так, Спирит мимо пронесся Микасы здесь. На нижнюю линию. Разгон на Ку. Кстати, мимо Гартера. До конца, что ли, пойдет. Очень хочется сделать фраг. У Ку-то, кстати, 177 хп. Нет, остановился. Останавливался перед Брекер. Не пошел. Побоялся. Так, Гардер. Хочет сделать еще один отход. 8, 9. Должен получиться. Да, получается. Дальше через Сеншторм можно продолжать фармить. Пока унициет монет есть после сапога. Начало к даггеру положено. Так, а там в спину Димонс. Разгончик берет. На Микасу. Толкнул. Берсик Скол. Микасу пробивает. Батлхангер висит сверху. Грэтер Баш срабатывает. Просветочка пошла. Миракл. Пытался откиливаться Боттла. Не особо у меня это получилось. И Квилинг Блэйдом Кей накрывает его. Ну что ж. Хороший мув. Хороший ганг. И в итоге первый фраг Дигей делают для своей команды. Так, у Мэйби Мидас уже есть. Помимо Мидаса есть сапог. Линкл Протекшн. 34 на 14. Так, а там теперь у него мидия. На Ку разгон был. Подходит Кей. Берсик Сколом подвязал. И вот так вот на халяву еще и Саленс разобрали. Что-то начали немножко фидить с Даггеминг. Но правда здесь Брюмастер встречает. Спирит Брекера не отпустят. Но и Акса здесь тоже будут убивать. Ну вот так вот наказали. Наказали за наглая задерзость. Подоспели четверо персонажей из Даггеми к миду. Направили в таверну двух героев. Медуза. Фейсбуд с Рингфакфилла. Пока 35 на 17. Кстати, по Крипстату уже обошла тролля. Но без Мидас. Без Мидаса это значит, что при прочих равных условиях, при равном убийстве чужих крипочков, все равно тролль будет иметь повышенный венфорс. Возвращается Акс на линию. Сразу же Батлхангер. Кстати, максит. Что интересно. Второй уровень Контер Хеликс на один Берсик Сколл. Гринблейд тоже на единичку пока. Так, на топе Терене пытаются брать Брюмастера. Брюмастер Клэпбел перед смертью. Ну и тут Дики будут просто отступать. Третий фраг для ДГ. Пока, вы знаете, достаточно серьезно. Встречает на низ Дека. Мэйби клашматит там своим топориком и спином Тайдхантера. Неприятно, но нетерпимо пока для Тайдхантера. Кстати, кончились у него все тангусики. Последний он как раз таки завязал. Сейчас нужно тут уже на линии поаккуратнее стоять, потому что вот Мэйби продолжает. Продолжает настреливать. У Миракла появляется фейсбут. Кстати, на 1-1-1, да, у Миракла. Есть Ботл, есть Брейсер. Куб оттягивается. Ну, забрать Акса это дело проблемно. Хотя вот так вот, когда подходит Син Кинг, и Бремастер рядом, и вот так вот они к 4-м набрасываются, то Акса действительно убить можно. Неплохой такой выход. И причем, что интересно, что... Да, середина атака пошла от Спиритбрекера. Натроля. Тролль топорики дал. Димон сойдет до конца левел 4-й. Пытается пробашить, но промахи там были, поэтому никак. Так вот, довольно-таки интересно, что внезапно 4 персонажа из ДГейминг остались без внимания со стороны противника, не было информации для Акса, и никто не подстраховал, не сказал, что он был Аксом. У нас противник пропал с карты. Достерегайся. Так, с тобой миди убили. Ну ладно, 5-3, пока 8 минуты Крепа садим. Бедняжка Ку. 0-1-4. Вроде ассистов неплохое количество делает, но вот нет у него денег, и вот сейчас только-только ему хватает на сапог. Беги, глупец, быстрее покупай сапог. Быстрее. Сейчас придет спиртбрекер, и тебе сапог купить не дадут. Кур покупает. Сразу же ТПшечку. Сапог левел 4-го. Теперь все более-менее. Что у Акса? Акс. 558 монет. Две веточки имеется. Но не хочет покупать себе Мэджик Лонд. Судя по всему, сразу на даггер хочет потерпеть. Там Микаса замерил димонса. Димонс Черч. Бежать. Бежать. И у Санки Ка появляется даггер. Довольно-таки тайминговый даггер на 9-й минуте после сапога. Левел 6-й. Имеется уже, конечно же, эпицентр. Еще немножко пофармить, купить себе арканы. Там левел 8-й поднять, и уже можно помогать своей команде. Хотя можно с эпицентром и сейчас войти. Если все хорошо войдет, то должен быть минус Акс. Клэрити юзает. Хотя с маной, в принципе, проблем не было. Юзается смог. Брю тоже сместился. Брю левел 5-й без праймал сплита. Акс, вернее, бритировался на свою территорию, на свой лес. Что, под смоками стоят? Байтит, байтит на Топлар Ассасин. Хотя никакой здоровый человек на Топларку не пойдет атаковать. Себе дороже, да, и как ее тут убивать, вообще непонятно. Только если там ДГ вчетвером втроем будут собираться убивать ее. По одному подвое лезть, нет никакого смысла. Вот так замедлили Димонса. Он сразу же разгон бежать. Все. И на этом все. Да, мы едем со смока, уже вышел Брю мастер. В общем-то, внезапного ганга не получилось. Но теперь на Тайтхантера атака пошла. Ластфорд уже повесили. Рэвидж выдает ТПА. Сразу же Тайтхантер. Баш не срабатывает с первого удара. Мэйби. И фраг сделать не получилось. Ну, что развели на Рэвидж. Пока на бутылке есть Тайтхантера. Так что в ближайшие две минуты можно жить спокойно. С Дегейминг не опасаться за заменец 5 на 5. Так, заходят Ириню. Нас антинга. Опа, Квилинг Блейда, Макс, переговаривает. Ну, тут ларко-то этого сделал фраг на Скай. Киразмин один в один. Ну что ж, действительные игры у нас уже позади. И смотрим на графики. 2000 плюс из Дегейминг. Пока идут поедингам по экспириенсу полтора тысяча. Во, 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 точно. Закис Гейминг же катал у нас Димонс вместе с Блэком и так далее. Там еще и Ауи. Не, какой-то там Ауи у них был. Помню, игрок. Ну и прочее. Ну, мы помним, что особых успехов эта команда там не достигла. Так, Блеймастер Клэп. Это Праймал Сплит бы лучше дал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, была возможность дать Праймал Сплит. Зачем ты дал Клэп? Пошел Кардер, не подоспел к Блеймастеру, не спас его. В итоге 6-5. Ну, вообще, на самом деле, очень много ошибаются. И та и другая команда. Прям, ну, удивление. Да, очень много таких вот непонятных драк. Но, в любом случае, пока счет более-менее равный. Причем мы видим, что и Медуза, которая уже купила себе тоже Медас. Ну, и значит, с Троллем у них, действительно, на Творце будут примерно схожие. Та же, видимо, у Медузы побольше. 5800. Может быть, 5400. Так, ну что, Тепларка Тавр на миде забирает. На топе Медуза Тавр тоже скушала. И за Тавр еще не упал. Драма Фэнджинс готового есть у Микаса. Покупает все Медж-Конт. И в Адмирте временем есть у Тролля. Но Сейкинг по-прежнему не тратил еще ни разу свой эпицентр. Фармит. Левел седьмой пока. Появляется у него Броу-Страйк третьего уровня. Третьего уровня Сэншторм также. Снова Клэрити в стэше. И вышедло снизу. Они пытаются забрести. Хотят забрать Тайдхантера. Тайдхантер видел, что был проставлен трэп и отходит назад. Спирит Брейкер. Сапог Белт. Мэджик Лонд. Левел с шестой. Диман Эйдж своровал. Его замедлили. Еще одно замедление есть. Но на него идти. Себе дороже. Тем более придется подниматься на хайграунд. На хайграунде много чего. Может произойти. Вот уже видим Дигэй. Сразу прожимают смок. И снизу будет Дэв. Тайдхантер. Реведж уже откатился. Может ведь неплохо зайти. Так. Его очень хотят там разобрать. Рвается Акс. Стянул Мистик Флеер. Никуда. Хороший Глобал. Хороший Глобал. Теренинг Гартера зашел. Кира пытается разобрать. Кира съедают. Тайдхантер идет. Реведж. Точно Миракл. А Миракл съедают. Спирит Брейкер. Сапога спел. Медуза положит рядышком. Ну что ж. Мэйби попытаются догнать. Цепляет его. Окей. Неплохо Берсекс Колом. Гартер пошел с Эпицентра. Неплохо. Но на маны на Бару Страйк не хватает. Эпицентр прошелся. Мэйби в итоге замерз от Стоунгейза. Гартера тут тоже из Сэншторма вытаскивают. Эмбларка сделала байбэк. Возвращается в игру. Брюмастер Примал Сплит проюзал. Драка у нас продолжается. Диманс. Под контролем от Брюмастера. Микаса тоже пытается его пробрать. Но это Диманс. Это плотный Спирит Брейкер. Не так просто его забрать. Микаса переключается на Медузу. Убить ее становится немножко попроще. Нежели Спирит Брейкер. И в итоге Медузу таки убивают. Но еще и Киры подцепили. До конца идет Миракл. Еще одно замедление дал. Дранкин Хейз. Клэп Брюмастер. И еще один фраг. 9-8. Но вы знаете, в целом... Размен-то более-менее равный получился. Единственная проблема, конечно, в том, что Миракл делал байбэк. И много денег он потерял. Хотя я после этого фрагер наклепал. Так что тоже неплохо. Так. Ну вот тут у нас сейчас у Брюмастера появится даггер. Хватает ему денег. Сейчас не погибнет. Потому что Тайт Хантер сюда уже смещается. Там рядышком Спирит Брейкер. Но нету Незер Страйка. Поэтому не нападут. Вот он покупает себе свой даггер. Ну что ж. 14 минут игры позади. Графики смотрим. С дек ввели одно время 2000. Сейчас осталось всего лишь 500 монет. По экспириенсу 500 плюс даже у ДГ. Ну вы знаете, ДГ действительно молодцы. Просто Тайт Хантер возможно погибнет. Гардер подкапывает. Приходит Ку. Ласт вор дал. Энка смеш. Курса пошла. Типа аут от Тайт Хантера. И забрать его не смогут. Отличное решение Тайт Хантер. Все грамотно сделал. Дождался когда кончатся станы. Когда Кингстан свой выдаст. Потом грамотно Энка смеш. Типа аут. Так, что же будет покупать себе Тролль Бармлорд. Пока не ясно. Ну БКБ по идее надо. Вообще здесь и Мираклу. БКБ надо на этой Теплар Ассасин. Да. И Троллю. И Брюмастеру. Возможно тоже БКБ пригодится. Тут просто чтобы не попадаться под Реведж. Не попадаться под Мистик Флэр. Вот от этого всего не умирать. Ну а тем временем Вейв кстати. Который толком-то в замесах участия особых не принимает. Только в последней драке он был. Спокойно фармит. Через сплитшот второго уровня. Через Мистик Снэйк четвертого. Нафармил себе на Пойнт Бустер. И будет у него скоро уже и первый ультимейтор. А на тем временем зашли ребята из Дагеймик на Рошанчика. И Тролль Бармлорд забрал себя Егис. Так. Тайдхантер в миде. Миракл. Ну в миде никого зацепить не удалось. В итоге смещается Тролль на топ. И ударяется фарм. Ну вообще тут у нас все любители пофармить. Действительно. Какого героя здесь не возьми. Каждому нужен фарм. Бедному Саленсеру ведь даже тоже. Да. Нафармить себе какой-нибудь Мидас. И выйти в Аганим. Хоть как-то помочь своей команде. Тоже нужны деньги. Но денег взять нет. Ниоткуда. Димон с ПТ. Перчаточка. Мэджик Вон. ТП. Левел 8. Четвертый черч. Шмоток тоже немного. Тайдхантер. Северным появляется Даггер. Фармит он стаки Эншентов. Акс Виталити Бустер. Не стопы от Гардера. Они примерно прицениваются, что ДК, возможно, захотят сломать нижний Т1. Уже сныкались. Готовы к этой атаке. Но там на пушу только один Спирит Брекер. Что, в принципе, не самый важный пуш. Ну а Меркл те времена на топе вместе с Троллем разобрали Тауэр на топе. Это, кстати, уже третий Тауэр в их копилку. Так, те времена подцепили Даги Спирита. Станчик. Клэпчик. Димон спутал стать разгон. Но этот раз дэмэджа хватило. Ребята из дек. И Спирит Брекера приговаривают. И вот у Вейва появляется первый ультимейт Орб. Даггер, кстати, у нас у Тайтхантера до сих пор. Не. В самом запаке Тайтхантер. Только в стае шеваляется. Микаса видит Кея. Вот надо бы, чтобы хотя бы кто-то подсоединился. И взлайом будет попроще забрать этого акса, пока у него нет Вангуарда. Подтягиваться видим Тролль Варла. Ставим повеселее. Будьте более, Баттл Трэнджа имеется. Вот начинает Микаса бить с руки. Рефракшн. И Клэпом ступили тоже. Нарезал еще неплохо Мэйби. И под бешеной скорость атаки мы видим проблем никаких нет. Противник умирает. Яшу покупает себе это планка. Ну что, Т-2 пытаются сломать. Крик фортификейшн у нас работает пока. Микаса вместе с Мэйби лупит по тавору. Катапольта здесь бьет. Тайдхантер, Реведж. Грозный из Д-Гейминг. Окей. РС-Х-Колл. Микасу. Микасу будет проблевать. Квилинг Блейдом. Да нет. Жив. Жив же. И Т-Барке было достаточно количество здоровья, чтобы Квилинг Блейдом ее не убило. И в итоге неплохую драку с Д-Гейминг демонстрирует. Один, два, с учетом того, что трались они глубоко по Т-2 таворам противника. Уже на Т-3 залезали. Слышали сухими из воды. И еще даже Аегис не был потерян. Вот мэйби. Да и Микас там тоже достаточно много демеджа внес. Видимо, после Яши уже 2000 денег. Но в целом драка действительно для Сдек прошла успешно. Прежний муголый Спирит Брейкер. Ну, он своей массивностью, да, такой, своей силушкой. Живет долго. И действительно, убить его не так-то просто. 7 брони, 1200 хп. Будет без артефактов, но в любом случае он намного живее, чем с Кавров Мак, у которого хп в два раза меньше. 0.53, кстати, у нас Кир. Одно счастье для Кира, конечно, дать за месси Мистик Флэр. И потом уже с чистой душой можно погибать. Ну, потому что больше пока этот Скай не готов и не способен. Ну, что, Вейв погибал в том замесе. 1000 монет у него осталось. Далековато еще до Скади. Наконец-таки летит щиточек. Аксу. Тем самым зафармил он себе на Вангуар. Тут видно Димонса. Димонс, разгон. На мэйби. Куда идти дальше? Получает ластборд. Какаси в шот. Курса. Впрыгивает на все время Ксяо Хонг. Далклэп разобрали Скай. Ну, вроде бы, опять же, хотели убить спиритбрекера, но вот убили Ская. Но этот Скай, конечно, не везучий. Очень тяжело быть опорным суппортом своей команды. Когда на твоих плечах у нас и вардинг, и тпшечки, и прочая гадость. Но при этом замесе тоже хочется быть не самым бесполезным героем. Ну, сломали два снизу с дек. Сломали по миду тоже два тавора. Осталось только на топе два забрать. Там, тем временем, у нас Микаса. Кайп Хантера. Попивает. Тут народ ругается, что я Миркасу Миркл называть. Да я просто привык, что Миркл очень часто под этим никнеймом и катал. Эти анимешники, конечно. Микаса, 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 Микаса. Вообще там, по-моему, за историю китайской той-то сцены, профессиональной той-то сцены, три игрока, которые довольно-таки часто, играя на высоком уровне, подписывались как Микаса. Миркл, то это вот Микаса китайский и еще кто-то. Так, деревень у нас пошел. Хороший, кстати, Глобал Сайленс. Был, ничего не дал. Сделал Тайд Хантеру. Сцепили еще, кстати, и Вейва тоже. Вейв. Ай-яй-яй, без маны остался ему. Из-за того, что Моношилл был активирован, и ману все съели. Минус два уже сделали. Но тут сцепили, видим, краем Иская. Пытается уйти Акс. Акса подкапывают. Акс тоже минус это минус четыре. Даблкил отметился, мэйби. Таких живых остался только Димонс, который в замесе участия не принимал. Да и даже этой дракой было, наверное, сложно назвать. Это просто взяли с Даггейминг по одному и всех убивали. Ну что ж, попытаются ли они зайти на хайграунд? Вопрос. Ответ на который сейчас мы получим. Среди крипы подходят. И здесь Даггейминг. Не начинают бить. Клиффертификейшн нет. Баттл Транс активируется. Ой, как больно. Тавру, посмотрите, сколько же демэджа они вносят. Ну что ж, и барак можно забрать, милишный пытаются забрать. Барочка покупает себе дезолятор. Тайтхантер уже отрегенился. Восстановился. Но вот без Акса будет сложно драться. Но Акс 10 секунд таверни, а уже медлини нет. Ну так вот просто с Даггейминг. Проведя даже, может быть, для них не самую ожидаемую и самую предсказуемую драку, проведя ее хорошо, они вот так вот делают себя огромнейшее преимущество. В 22-ой минуте они снасят медлинию противника. Да, подставляться, конечно, ДГ. Под такие файты нельзя. Ну просто сейчас-то еще и без Дезолятора Тепларка была. Там в следующей такой драке у Тепларки будет Дезоляторка. Представьте, что делает нас Микаса под Батл Трансом. С Дезолем, с Яшей, с Драмом Фэнджером, с Фейзами. С ударами из МЛДА периодически. Это же просто крах. Кто переживет это? Я не знаю. Ну и что-то делать с ДГ определенно надо в этой игре. Как-то переворачивать игру тоже нужно. Терпеть на базе в этом нет абсолютно никакого смысла. Хотя, есть Медуза, казалось бы, есть Тайт Хантер. В теории, если Медуза нафармит себе 4-5 артефактов, да, Тайт Хантер выформит себе рефрешер, то можно, можно будет бороться. Но когда это будет и будет ли вообще? Я думаю, что с ДГеймингом после такого ошеломительного результата останавливаться на достигнутом не будут. Но в теории они вот тут, смотрите, Демоц. Вот он, Димон, три удара от Микасы и все, отлетел в таверну. Бегает нас там Брюмастер, кстати, в Инвизис. Палил он тут. Чем занимается Кей? Влетает, Гардер подкапывает Клэп, Праймон Сплит, Рэп. Форд оф Шадоус, Versed Skull Down, тут уже Микаса рядышком. Решает, видимо, броник Кея и раскладывает. Минус 2. Ну что ж, по нижней линии можно зайти. Ну, по Тобу, в принципе, пока не получится сломать, ибо там Т2 Тавер еще стоит. Ой, Курьера подрезали. Ай-яй-яй-яй. Тут Скай заодно погиб, судар от Микасы. Да, ну и падать, очевидно, будет у нас нижняя линия. Фармит Тайтхантер, и ГГ пишет Кей. Ну, в общем-то и все. 24 минуты потребовалось ребятам из Дегейминг, чтобы переиграть в первой карте ДГ. Ну что ж, значит, пауза будет коротенькой. И вторая карта не заставит нас долго ждать. Ну что ж, ребят, в студии Старладдера. Для вас сегодня работают Этекваты в канале Старладдера 4. Мы с вами смотрим за азиатской квалификацией. Четвертый матч в самом-самом разгаре. Альти 0 пока ведут с Дегейминг. Ну и после музыкальной паузы мы с вами вернемся и посмотрим ко вторую карту с участием этих команд. Далеко не убегайте. Далеко не убегайте.